МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старт полноценной рабочей недели дан. Доброе утро, дорогие друзья. Это утренний телеканал Ростовской области. И моего ведущая Ирина Черная и я, Алина Малинина. Ну и, естественно, это первый рабочий понедельник в этом году, с чем многих и поздравляю или сочувствую. Это уж вам решать. Все зависит от того, насколько вы сильно любите свою работу. Но надеюсь, что это не только так вы ее любите, но еще и взаимно. Доброе утро, Алина. Доброе утро, друзья. Сейчас Алина меня очень удивила тем, что первый понедельник в этом году. Ведь это действительно так? Я просто не задумывалась. И в этот замечательный первый понедельник есть много всего интересного. Как то. Этим утром вы обязательно сможете вместе с нами сделать интервальную тренировку. Алина, если ты захочешь, ты тоже сможешь присоединиться. И если у тебя есть желание приготовить домашние мюсли, тоже сегодня к нам на канал Дон-24. Все очень просто. Мы научим, как это делается. Конечно же, вспомним, чем запомнился сегодняшний день в истории в разные годы. О, советы для девушек будут. Синяки и отеки под глазами. Как их исправить? Мне кажется, это нужно было, знаешь, немного ранее, на той неделе, рассказывать после праздников. Хотя, хотя, Старый Новый год-то все отметили. И сегодня, как никогда, я думаю, тоже важно и актуально. Да. Ну, а если вдруг у вас возникло желание углубиться в изучение русского языка или углубиться, это как раз таки мы и узнаем сегодня, то приходите посмотреть нашу рубрику «Чисто по-русски». В общем, много чего интересного мы сегодня вам предлагаем. А, если мужчины еще не ушли сегодня с утра, тогда расскажем, как завязать правильно, модно и красиво галстук. Есть такой вариант. В общем, оставайтесь с нашим каналом все утро, и оно будет ярким и замечательным. А сейчас я предлагаю начать с самого важного и необходимого. Это с выпуска новостей. Наши корреспонденты трудились, собирали новости, все выходные работали. Давайте же узнаем, что произошло в Ростове и области. Выпуски новостей – это всегда все самое интересное. Но если вы остаетесь с нашим каналом, точнее, с программой «Утро», то будет еще интереснее. Для тех, кто все-таки собрался уже уходить, прогноз погоды. Итак, сегодня 15 января, в понедельник в Ростове и области. Ой, сейчас совсем в Ростове холодно. Я когда сошла на работу, этого и не заметила. Местами минус 8 и минус 10 даже где-то. Днем потеплеет до минус 6, и предположительно будет снег. В Чертково и Вешенске относительно похолодало прошлой неделе. Минус 6 там обещают, облачно, временами с прояснениями. В Таганроге, в Белой Калитве, сегодня минус 3 и минус 5 соответственно. А в Таганроге предполагают, что будет снег. И это радует. В шахтах синоптики обещают снег и температуру воздуха до минус 4. А вот в Обливске еще холоднее. Там будет минус 6. Но зато снега не предвидится сегодня. Волгодонск недалеко ушел от всех городов нашей области. И минус 4 сегодня там максимально будет снег, хотя облачно и обещает солнышко. В Сальске тоже мороженое солнце, день чудесный, до минус 3. Ну и я надеюсь, что все-таки такая прохладная погода никак... Зимняя погода, Алиночка, зимняя. Зимняя погода никак не повлияет на тренировки спортсменов, которые готовятся к спартакиаде. Напомню, что спартакиады на Дону проводятся с 2013 года и, естественно, 2018 год не станет исключением. Водоемы еще не замерзли? Но единственное что, в этом году ежегодная спартакиада пройдет раньше, чем обычно. Это связано с чемпионатом мира по футболу. Итак, муниципальный этап спартакиады Дона 2018 стартует уже в январе и продлится до середины апреля. Поэтому сейчас многие спортсмены, а именно те желающие, вообще участники, которым уже 18 лет исполнилось, уже готовятся очень активно и скоро начнутся эти самые веселые старты. Зональный этап пройдет в мае, а финальная часть и награждение победителей в сентябре. Ну, как и в прошлом году, спартакиада будет проводиться по 19 видам спорта. Ну и нужно отметить, что в этом году Дону у спартакиада будет юбилей, маленький, первый, 5 лет. И я надеюсь, что как-то мы здесь это все-таки отметим. Обязательно будет торт и 5 свечей. Это будет очень весело и интересно. Но прежде чем отправиться на спартакиаду, надо все-таки, чтобы была какая-то предварительная тренировка. Какая тренировка? Интервальная. И если хотите, присоединяйтесь к нам. Сегодня у нас интервальная тренировка. Суть интервальной тренировки – чередование высокой и низкой нагрузки, что позволит максимально нагрузить мышцы и сжечь больше калорий. Каждое упражнение выполняем в максимальном темпе в течение 30 секунд. Потом отдыхаем 10 и переходим к следующему упражнению. Джампинг-джекс. Становимся прямо, ноги вместе, руки вдоль туловища. В прыжке ставим ноги врозь, руки поднимаем над головой через стороны. Отжимания с широкой постановкой рук. Руки прямые, кисти ставим шире плеч. Локти не должны выходить за линию кистей. Спину держим ровно. На вдохе опускаемся вниз до сгиба в локтях в 90 градусах. Джампинг-сквотс. Выпрыгивание из приседа. Приседаем с прямой спиной до параллели с полом. Отталкиваемся полной ступней и выпрыгиваем как можно выше. Приземляемся на полусогнутые ноги на обе стопы. Альпинист. Принимаем положение как для отжиманий. Руки прямые, мышцы живота напряжены, спина слегка округлена. Попеременно подтягиваем колени к груди. Руки прямые, мышцы живота напряжены, спина слегка округлена. Прыжки в сторону. Мысленно чертим на полу линию. Прыгаем с ноги на ногу через линию с дохлестом голени назад. Планка. Опираемся над предплечья. Локти на уровне плеч. Ноги на носках. Спину держим ровно. Смотрим на кулаки и стоим в течение минуты. Отдохните 1-2 минуты и начните сначала. Сделайте минимум 3 круга и увеличивайте количество кругов с каждой тренировкой. Занимайтесь ежедневно или хотя бы через день. Хватит жалеть себя. Хорошая физическая форма необходима для того, чтобы еще и трудиться хорошо. Но трудиться можно не только на своих рабочих местах. Я хочу сказать, что солнце, воздух и вода наши верные друзья. Ну да, примерно так. Дело в том, что многие сейчас сдают экзамены студентов. Многие школьники тоже готовятся активно к поступительным экзаменам. И выбирают профессию на будущее. И вот следующая информация будет интересна студентам, школьникам и их родителям в том числе. Итак, дело в том, что наши коллеги с радиостанции «ФМ» на Дону, они общались со службой занятости населения и с людьми, которые делают аналитику, производят аналитические исследования в области необходимых профессий на Дону. И вот что мы выяснили. Кто же сейчас в фаворе, а кто наоборот не совсем на коне. Итак, ростовским работодателям сейчас меньше всего требуются маркетологи, к сожалению, также администраторы и менеджеры. Вот людям этих профессий менее всего нужны были на рынке труда. А требуются сотрудники сферы продаж, рабочий персонал, медики, банковские работники и страховщики. И на удивление, меня даже этот список, можно сказать, очень сильно удивил. А я вот думаю, что медики всегда будут востребованы. И до, и после. По-разному, но будем надеяться. Ну а профессии будущего вообще очень интересны. В будущем необходимы будут в Ростове и Ростовской области такие профессии, как контент-менеджер, андроид-разработчик, интернет-маркетолог, гейм-дизайнер, трафик-менеджер и комьюнити-менеджер. Я надеюсь, ты сейчас со мной разговариваешь. Вот эти профессии становятся все популярнее на рынке труда Ростова. Ну, надеюсь, что люди действительно обратят внимание на эти сферы и начнут обучение двигаться в этом направлении, чтобы быть успешными и зарабатывать хорошую сумму денег. Отлично. А я вот могу тебе в пику к этому добавить следующее, что аналитики самого крупного агентства по трудоустройству пришли к выводу, что уже через 7 лет множество причинных профессий, такие как, допустим, медсестры или юристы, просто перестанут существовать вообще как таковые. Хотя мне казалось, что медики должны быть всегда. Ожидается, что к 2025 году потерпят серьезные изменения или исчезнут совсем дизайнер, эколог, бухгалтер, маркетолог, экономист, юрист и медсестра. Вот как-то вот такой вот список странный. А среди перспективных профессий тоже странные слова, которые мне пока еще совершенно непонятны. Итак, урбанист, менеджер краудфандинга, я попытаюсь это правильно выговорить, оператор дронов и инженер 3D-печати. Звучит фантастически, но самый высокий спрос к 2025 году ожидается на архитекторов виртуальной реальности, менеджеров космического туризма и биоинженеров. Хотя для меня даже 2025 год звучит очень фантастически. Мне казалось, что до таких цифр мы вообще дойдем очень нескоро. Но время двигается так быстро вперед. И самый момент сейчас узнать, как же звезды в это время располагаются на небесах. Что хорошего они нам сегодня сулят? Гороскоп от Изабелы Градецкой. В делах некоторое у овнов заторможенность. Но в то же время, построив стратегию, наметив четкие границы, вы добьетесь успеха. Только уединившись и погрузившись в себя, вы сможете найти ответы на все вопросы, которые вас волнуют. Близнецы. В этот день настроение будет неоднократно меняться. Вы сможете сделать то, что не успевали ранее. Вас ждет удачное стечение обстоятельств. Раки. Вам необходимо поверить в свою удачу и принять предложение накануне. Не бойтесь перемен. Львы. События этого дня могут носить судьбоносный характер. Ваше вдохновение даст веру в себя и возможность воплотить мечту в жизнь. Девы. Вернитесь к прежним проектам. Воспользуйтесь своим опытом. Вероятно, вы что-то пропустили. У вас появится шанс все исправить. Весы. Вам необходимо побыть в одиночестве. Не все желания смогут реализоваться, но идея выполнить задуманное посетит вас сегодня. Скорпионы могут решать вопросы, связанные с правоохранительными органами. Стрельцы. У вас сильные позиции. Загадайте желания, но не рассказывайте об этом никому. Козероги. Обратите внимание на здоровье. Выполните профилактические процедуры, чтобы не заболеть. Водолеи будут в центре внимания. День хорош для общения с детьми и для любви. Рыбы. С легкостью завоюйте авторитет и внимание окружающих. Многие дела будут складываться успешно. Хороший день для поездок, перемещений и путешествий. Обычно в это время, вот сразу после Старого Нового Года, сосны, елки, которые дома стояли еще с декабря месяца, потихоньку стараются убрать. Анечка, это и у тебя обычно. А другие могут и до марта, и до первого мая еще эти елочки держать. Да, но вот я, если помнишь, мы недавно разговаривали о чемпионате по метанию елок, который проходит в Германии. Мне очень понравилось. Да, после Нового Года практически сразу он проходит. Так вот, я думаю, что кто-то посмотрел нашу программу. И? И решил тоже пометать сосны. Но дело в том, что... Чужие окна соседские. Нет, дело в том, что он для этого не вышел на улицу, не собрал людей с соснами, не устроил соревнования. Я чувствую, баннол в чем-то есть. Да, он просто взял сосну и выкинул ее из окна. И так она и застряла где-то на дереве. Так вот, один из жителей решил таким образом избавиться от сосны. Живет тут на многоэтажке, и, собственно, теперь все жители этой многоэтажки и соседних тоже наслаждаются зависшей сосной. Зеленой еще вполне такой себе. Полет прошел, к сожалению, не совсем... Не очень нормально. Не совсем удачно, но я даже не знаю, может быть, прилетят птицы с юга в ближайшее время. Слушай, я знаю, что это было, Алина. Вчера у нас что было? Ростовские снегири, коты прилетели. Я думаю, кто-то хотел спугнуть этих котов. Я зашварнул туда елку. Я думаю, что у нас теперь, знаешь, перевернутый мир. Коты на деревьях, сосны тоже на деревьях. Но в любом случае я все-таки призываю наших соотечественников избавляться более традиционным способом от сосен, елок и всех причитающихся к ним атрибутов. Все-таки из окна выкидывать, ну, как-то не совсем удобно. Я понимаю, что это весело, но, друзья, а вы представьте, если она в итоге кому-то упадет на голову? Ну, или в конце концов надо все предусмотреть. Кто-то внизу контролирует, чтобы на голову не упало. Если застряло, то все равно оттуда ее убрать. В общем, друзья мои, елки надо убирать вовремя, но хорошим и, как говорит Алина, традиционным способом. Также традиционным способом вы сейчас можете посмотреть рекламу. Она не будет долго, и ровно через минуту у нас снова с вами. Продолжаем двигаться в будущее уже на поезде. Дело в том, что в ближайшие дни в Донской регион прибудет поезд-музей. Экспозицию, на которой собраны уникальные фотографии и инсталляции, можно будет посмотреть с 19 по 27 января в разных населенных пунктах области. Состав поезда включает 12 вагонов, 9 из которых выставочные. Здесь можно познакомиться с историей железной дороги, техническими новинками и интересными экспозициями, включая даже вагоны будущего. Макеты выглядят весьма реалистично и управляются автоматически, воссоздавая звуковые и визуальные эффекты. Мы уверены, что посещение комплекса будет интересно не только детям, но и взрослым. Я тоже так уверена, меня это уже заинтересовало. С удовольствием сходило. Рассказываю, кто тоже заразился этой идеей и готов отправиться в путешествие по железной дороге. И в прошлое тоже, из прошлого в будущее. Вот так вот. Итак, рассказываю о графике прибытия выставочно-элекционного комплекса. Итак, 19 января в Каменоломнях поезд будет, 20 и 21 января в Таганроге, 22 и 23 Ростов-Главный встречает поезд в музей. 24 января поезд будет в Батайске, 25 в Азове, 26 в Зернограде и закрывает свою поездку по Ростовской области в Волгодонске 27 и 28 января. Поезд-музей остановится там. Открыт он будет с 10 утра до 7 вечера. И хочу сказать, что стоимость взрослого билета равна 70 рублей, а для детей, студентов и пенсионеров вход абсолютно свободный. Я считаю, что 70 рублей потратить на такую потрясающую экспозицию, 9 вагонов, 9, посмотреть, это не те деньги совершенно, о которых стоит думать. На маршрутке доехать 4 раза. Алиночка, а куда потом-то это поезд? Что в фунтах-то будет? Он едет по России, и все жители нашей Российской Федерации... Сейчас он только будет по Ростовской области. Да, это график прибытия к нам в Ростовскую область. Ну и 19 января, напомню, еще раз встречаем его в Каменоломне. Я думаю, что всю информацию можно и на нашем сайте www.don24.ru узнать. Если кто-то не запомнил, не успел сфотографировать, заходите, читайте. Там обязательно будет этот список. Ну и, конечно, идите в музей. 9 вагонов, совершенно потрясающая история. И будущие истории вас уже скоро будут поджидать. Вот после крещения отметим, сразу можно в музей. А перед этим я бы очень посоветовала всем посмотреть фильм «Чокнутые» о создании первой железной дороги в нашей стране. Замечательная комедия Аллы Суриковой. И это вообще очень бы предвестило такую потом поездку на поезд будущего. Ну, интересно же было бы. Наверное. Я, кстати, не видела, сейчас понятия не имею, о чем ты говоришь. Алина, это такой интересный, веселый фильм. Там такие замечательные актеры снимаются, там прекрасные песни звучат. А главное, он не очень далеко ушел от истории. И там рассказывается о том, как строить железную дорогу от Петербурга в Москву. Я могу сказать, что вообще, конечно, поезда в жизни каждого человека, наверное, значат больше. Я всегда думаю, у меня поезд ассоциируется первый. Как только ты заходишь, даже если ты до этого пообедал, поужинал, позавтракал сразу, причем за одним присестом, ты заходишь в поезд, садишься, и кто-то рядом с тобой достает курицу, гриль, яйца, огурцы, и ты думаешь, что ты проголодался. Да, но раз ты, Алиночка, проголодалась, тогда, ну, глядя на то, как ты прекрасно выглядишь, я уверена, что все, что ты назвала, вряд ли ты на завтрак употребляешь. А вот мюсли, в мюслях ты себе точно не откажешь. Как их приготовить? Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Всем забывчивым и потерявшимся во времени и пространстве хочется сказать, что сегодня 15 января, понедельник, 2018 год, 15 дней по стране шагает новый, совершенно замечательный, несущий много интересного год. А что осталось позади? Какой день был в истории 15 января, узнаем прямо сейчас. 15 января 1831 года уральский заводчик Павел Демидов учредил премию для содействия к преуспеванию наук. Для создания фонда наград Демидов ежегодно вносил 25 тысяч в Академию наук. По завещанию Демидова премия вручалась и после его смерти в течение 25 лет. За это время премию получили 58 выдающихся ученых России. В 2001 году, в этот день, 15 января, родилась любимая всеми Википедия. По объему сведений и тематическому охвату, Википедия считается самой полной энциклопедией в истории человечества. Каждый пользователь интернета может зайти на сайт Википедии, найти и прочитать любую статью. При обнаружении ошибок или недостатка информации, можно ее редактировать. И теперь о тех, кто родился в этот день. 15 января 1917 года родился советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР Евгений Лебедев. Часто о нем говорили актер с грустным лицом. На пути к успеху артисту пришлось пережить немало невзгод. Сыграв множество ролей в театре и кино, пережитой опыт, вероятно, наложил свою печать на внешность актера, которого знают и любят многие поколения. Также в этот день родился и Евгений Вестник, советский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР. Являлся кавалером многих орденов и медалей. Евгений Яковлевич состоял также в Союзе кинематографистов, в Союзе театральных деятелей, в Союзе писателей. На его счету около 70 работ в кино. Свой день рождения отмечает сегодня Максим Дунаевский, советский и российский композитор, народный артист России. Его музыка звучит более чем в 60 фильмах и 20 мюзиклах. Президент благотворительного культурного фонда имени Исаака Дунаевского, заместитель председателя гильдии профессиональных композиторов и на сегодняшний день художественный руководитель и председатель художественного совета Московской областной филармонии. Ну что ж, мы узнали, чем этот день был интересен в истории. И мы узнали, что сегодня поезд будущего, ну сегодня, не сегодня, 19 числа, поезд будущего будет курсировать по территории Ростовской области. Настоятельно советуем всем посмотреть на этот поезд. Но у нас есть не просто поезд, у нас есть другой поезд. Да, для всех любителей железных дорог просто посвящается. Дело в том, что есть некий сайт, который открывает завесу. Всем было всегда интересно, ну что же видит машинист из своей кабины, когда поездом-то управляет. Конечно, мы-то свой вид из окна знаем, у нас обычно либо справа, либо слева. Дело в том, что в интернете, на ютюбе, обнаружился некий канал медленного телевидения, называется он так. Называется этот канал «Вид из кабины машинистов», в котором собрано несколько десятков совершенно потрясающих видео, снятых из разных поездов. Вот, например, наше видео, которое мы сейчас смотрим, это поезд едет по Норвегии в зимнее время года. И честно сказать, что когда ты смотришь этот канал, ты ловишь себя на мысли, что ты просто сидишь и смотришь, как ты едешь куда-то. Мне кажется, прекрасная поскория, чтобы мечтать. Я не знаю, руль называется это в электровозе или как-то иначе. Мне кажется, что я сижу за рулем этого состава. Кстати, первая трансляция была сделана еще в 2009 году. Тогда норвежский канал установил камеру на поезд Берген-Осла и устроил семичасовую трансляцию поездки. Ну а что еще попало сети помимо этого поезда, мы узнаем прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Википедия, а Википедия однозначно ударение в эту сторону. Так вот, сегодня день рождения Википедии. Пошла своего сетевого оппонента за разъяснение Википедию, это уже классика. Крупнейшая интернет-энциклопедия давно стала местом, где можно найти все или практически все. Конечно, в интернете полно скептиков, которые утверждают, что Википедия совершенно ненаучна, лжива и полна курьезов. Увы, там встречаются очень интересные заметки. А почему? Да потому что в Википедию пишут статьи все, но я бы не сказала, кому не лень, а все, кто считает нужным. И там иногда могут быть непроверенные или недостоверные факты. Бывает такое. Но это не значит, что Википедия не пользуется популярностью. Так вот, она официально была открыта 15 января 2001 года и первоначально была дополнением к сводной энциклопедии «Нупедия», которую писали эксперты. Потихонечку она стала быстро набирать свои обороты. И на феврале 2013 года содержит более 24 миллионов сводно используемых статей. Так, а кто же был у нас родоначальником? Я потеряла, кто у нас был родоначальником, но мне кажется, эти люди имеют отношение к «Нупедии». Вот, это Джимми Уэллс и Ларри Сенгер. Первые, кто придумал вообще эту идею создать вот такую всемирную энциклопедию. Ну и в середине 2015 года Википедия стала седьмой по популярности сайтом в мире. В среднем Википедию просматривают более 10 миллиардов раз 495 миллионов уникальных посетителей каждый месяц. То есть это огромный такой ресурс, который посещает просто невероятно огромное количество посетителей. Друзья, если вам что-то надо, читайте в Википедии. А если вы хотите узнать, что где, когда и почем, смотрите нашу рекламу. «Никогда не рано спросить себя, делом я занимаюсь или пустяками», так говорил великий классик Антон Павлович Чехов, который уже 29 января отметил бы 158-ю годовщину со дня своего рождения, между прочим. Естественно, у нас на родине в Таганроге ожидаются большие праздненства и гуляния. Ну и после того, как вы себя спросите сегодня с утра... Зададите себе этот чеховский вопрос. Тот самый вопрос. Делом вы занимаетесь или пустяками. Собственно говоря, запишите, когда и куда необходимо приходить, чтобы тоже отметить это замечательное событие. Итак, в Таганроге очень широко будут отмечать 158-ю годовщину. То есть, в первую очередь надо поехать в Таганрог. Да, годовщину со дня рождения Чехова там будут работать более 15 площадок. Это музеи, библиотеки, дворцы культуры. Всего с 22 января по 30 января пройдут более 20 мероприятий, в их числе выставки, концерты, спектакли, экскурсии по чеховским местам, литературные гостиные, интерактивные программы под общим названием «Январские чеховские мотивы». Ну и основные торжества пройдут 29 января, в день рождения писателя. На Красной площади к его памятнику будут возложены цветы, а в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки пройдет литературно-театральная гостиная под названием «Театр начинается с Чехова». В музее, кстати, «Домик Чехова» состоится литературно-музыкальная композиция. Ну и завершится праздник в театре имени Чехова спектаклем «Человек в футляре». Это все будет 29 января, а с 22 по 30 января можно приезжать и участвовать в более мелких, но не менее интересных праздненствах. А что ты читала у Чехова, Алина? Я, честно говоря, с детства обожаю даму с собачкой. Я не знаю, с чем это связано. Я ее перечитывала, ну вот раз в два года я перечитывала. Она небольшая, конечно, история, но как-то вот она мне, ну так полюшилась. Полегла и все, да? Вот еще со школьной скамьи, причем, если я не ошибаюсь, даму с собачкой в классе в шестом уже читают, то есть достаточно рано. Но в любом случае очень люблю. Три сестры, конечно. Куда без них. Куда без сестер. Так. Ну я просто хотела напомнить, что есть же фраза, которую, наверное, знают все, и знаю, что она принадлежит Антону Павловичу Чехову, то, что в человеке должно быть все прекрасно, и душа, и тело, и одежда. Я хочу его перефразировать сегодня и сказать, что в девушке тоже должно быть все прекрасно, в том числе и лицо. Советы для девушек. Сильные отеки под глазами, которые носят регулярный характер, могут свидетельствовать о том, что в работе почек есть кое-какие неполадки. Еще одна возможная причина появления мешков – недостаток кислорода, который тоже связан со сбоем работы внутренних органов. Внимательно обследуйте свои синяки на предмет наличия в них коричневатого, желтого и розового оттенков. Эти симптомы должны вас насторожить, и мы настоятельно советуем обратиться к врачу. Но не всегда проблемы со здоровьем становятся причиной появления мешков и темных кругов под глазами. Чаще всего их причиной является неправильный режим сна и нездоровый образ жизни, недосыпание, стрессы, хроническая усталость, курение, частое употребление алкоголя. Вот основные друзья отеков и синяков под глазами. Мы подготовили для вас советы, которые помогут частично или полностью устранить эти проблемы. Придерживайтесь правильного режима дня. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки. Регулярно проветривайте дом и гуляйте на свежем воздухе. Придерживайтесь правильного питьевого режима. Если вы склонны к отекам, то восполняйте водный баланс днем и постарайтесь ограничить употребление жидкости за 2-3 часа до сна. Если ваша работа связана с компьютером, старайтесь делать перерывы в работе и несложную гимнастику для глаз. Всем, у кого скапливается жидкость в мешках под глазами, советуется спать на тонкой ортопедической подушке или и вовсе без нее. Если вы страдаете от темных кругов под глазами и отечности на лице, обратите внимание, как вы наносите ночной крем. Очень важно, чтобы его слой был тонким, иначе он не сможет полностью впитаться, и тогда на лице образуется подобие маски, что создаст парниковый эффект и спровоцирует скопление жидкости. Специальный массаж также поможет разгладить кожу под глазами. Подушечками безымянных пальцев делайте легкие похлопывающие движения от висков по линии нижнего века до переносицы. После этого слегка растяните кожу пальцами от висков. Также предлагаем вам три способа, которые помогут разгладить кожу под глазами, придать ей более естественный цвет или просто скрыть следы усталости после бессонной ночи. Первый способ – это компрессы с морской солью. Растворите чайную ложку морской соли в 150 мл воды и приложите компресс под глаза примерно на 10-15 минут. Следите за тем, чтобы раствор был слабым, иначе возможно раздражение. Второй способ – компресс из чайных пакетиков. Лучше всего подходит зеленый чай. Время выдержки также 15-20 минут. И последний способ – контрастное умывание настоем из шалфея. Заварите шалфей, руководствуясь инструкцией. Одну часть остудите, а вторую оставьте теплой. Умывайте проблемные зоны, чередуя теплый и холодный настой в течение одной минуты, а потом сделайте компресс на 5-7 минут. В завершении хотим отметить, что всем, кто задается вопросом, как замаскировать синяки и мешки под глазами, стоит в обязательном порядке обзавестись качественным консилером. Наносить его лучше в форме перевернутого треугольника. В человеке все должно быть прекрасное – и лицо, и душа. А теперь от материального к духовному перейдем непосредственно. Дело в том, что достаточно интересное событие состоялось в сети интернет. Да, я так уже говорю, как о презентации чего-то. Институт русской литературы Российской академии наук запустил в сайт академические собрания сочинений Пушкинского дома. Дело в том, что на этом сайте – это электронная библиотека. Тут представлены десятки томов Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лермонтова и других русских писателей. И что самое интересное, практически это отсканированные копии тех самых книг, которые хранятся в библиотеке. И ты можешь прочитать, пусть даже при помощи электронных планшетов или компьютеров, полистать именно те книги. То есть это шрифты не электронные, не компьютерные, а именно те самые книги, которые в бумажных носителях напечатаны. Да, потрясающе. Ну и, естественно, здесь находится академическое полное собрание сочинений и писем, которые являются эталонным типом филологического издания именно Александра Сергеевича Пушкина. Его отличительная особенность – это полнота и точность представления всего литературного, критического, публицистического, служебного и пистолярного наследия писателя. То есть здесь собрано все-все-все до самой последней буковки, которые сейчас известны. Я вот пытаюсь быстренько прочитать какие-то фразы, и какая-то такая ностальгия сейчас в душе. Как будто я снова в школе, я снова перечитываю. То, что нам задали по школьной программе, это так интересно. Очень хорошая идея, мне очень понравилась. Я с удовольствием зайду, посмотрю. На самом деле, да, любителям чтения, я уверена, будет, во-первых, очень удобно и просто. И, ну, собственно говоря, это точно та самая литература. Да, это та самая литература, которая написана очень красивым русским языком. Кстати, о русском языке. Давайте его любить, говорить правильно, давайте просто говорить чисто по-русски. Итак, друзья, каждый из нас хотя бы раз в жизни сомневался, как правильно произнести то или иное слово. Особенно, если это касается ударения. Иной раз вопрос ударения застает врасплох, и это ведь неудивительно. Русский язык самый сложный в мире язык. Но это не значит, что его не надо изучать и правильно говорить и писать. Так вот, те, кто правильно говорят и красиво выстраивают предложения, они очень повышают свой уровень. Опять же, люди, которые с ними общаются, иначе к ним относятся. Поэтому давайте сегодня узнаем, как правильно произносить некоторые слова. Так вот, об ударениях в словах. Одна из самых распространенных ошибок – ударение в глаголах, прошедшего времени женского рода. Неправильно произносят живущие в нашей стране люди. Начала, поняла, взяла, брала. Уверена, что вам не составит труда запомнить, что в глаголах, прошедшего времени в формах женского рода, ударение падает на конечное «а». То есть правильно. Начала, поняла, взяла, брала. В форме мужского и среднего рода, а также во множественном числе, ударение падает на первый слог. Начал, понял, взял, брал. Или начали, поняли, взяли, брали. Ну и, конечно же, как в любом правиле, есть исключения. Исключения составляют у нас следующие слова. Клала, крала, послала и жилось. Запомните эти слова и произносите их правильно. Хорошо, мы продолжаем дальше. А дальше у нас, насколько я понимаю, разговор должен пойти о хоккее, потому что где-то в эти дни зимой отмечается день зимних видов спорта. Где-то отмечается, а где-то нет. Да, да, да. Так вот, в нашей стране всегда много внимания уделялось спорту. В советское время жители городов и сел, начиная со школьной скамьи, привлекались к занятиям физкультуры и весьма успешно. Сегодня эта традиция, конечно же, продолжается. Причем в последние годы она так в активную фазу вступила. Стоит вспомнить хотя бы прошедшие зимние Олимпийские игры в Сочи, когда вся огромная страна болела за героев спорта, талантливых фигуристов, виртуозных лыжников, смелых сноубордистов и многих-многих других великолепных спортсменов. Так прошли, что до сих пор болеем. До сих пор болеем, да? До сих пор за всех за них болеем. И к нашей радости надо сказать, что в Ростове-то тоже зимние виды спорта. Хотя и не многочисленны, но представлены в основном фигурным катанием, что обусловлено наличием ледовых полей и катков. И, конечно же, хоккей, друзья мои. Ну, хоккей. Какие у нас есть прекрасные клубы. Ростов, Легион, Атаман, клуб Ермак в Новочеркасске. Там же хоккейный клуб Варяги. Кстати, есть еще и клуб Сельмаш. И ко всему сказанному мне хочется добавить, что хоккей в Ростовской области любят не только смотреть. В хоккей играют настоящие мужчины. Все знают эту замечательную фразу. Трус не играет в хоккей. Именно такие замечательные мужчины, которые не боятся шайбы, летящие с безумной скоростью, которые вышли ей наперекор и которые, защищая свои ворота, просто в прямом и переносном смысле грудью, эти мужчины будут сегодня у нас в гостях. У нас в гостях будут игроки хоккейного клуба Атаман. Так что, друзья, совсем скоро у нас будут прекрасные гости. После рекламы не переключайтесь. Зима так и располагает к веселью, к ярким впечатлениям. Ну, естественно, дети, если бы был снег, катались на санках или пили снеговиков, пока они занимаются какими-то другими интересными занятиями. Девушки бы обязательно ловили снежинки на рукавички. Ну а мужчины, настоящие мужчины, естественно, что делают? Играют в хоккей, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях игроки любительского хоккейного клуба Атаман. С удовольствием вас представляю, дорогие мужчины. Артур Бебулатов, нападающий клуба Атаман. Денис Шаповалов, вратарий Сергей Федоров, защитник. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Улыбаемся, расслабились, проснулись. День замечательный сегодня, ведь у вас сегодня вечером игра. Вот с этого давайте начнем. С кем сегодня играете? Ну, пожалуй, я начну тогда. Потому что... Так, у нас сегодня игра состоится с командой МЧС. Угу. Тоже любительской хоккейной командой. В рамках чемпионата непрофессиональной хоккейной лиги. Участником которой мы и являемся. Стоится она 21.45 на арене домашней хоккейного клуба Ростов. Айс-арена. Находится она на западном. Это возле парка «Сказка», если не ошибаюсь. Ну, непосредственно. В нем непосредственно. Поэтому мы всех с удовольствием приглашаем. Всех телезрителей. И порвем там всех. Обязательно. Мы будем стараться. Тем более, что вход бесплатный. Вход бесплатный, да. Все, пошли мы уже. Новые трибуны. Так что всех ждем. На самом деле, вот у меня всегда был такой вопрос. Ну, у нас в Ростове сейчас вот баскетбол вообще как-то, да, на втором плане. Ну, у нас первый это футбол, есть еще гандбол. Гандбол и хоккей, наверное, ну вот где-то рядышком. Они вечно соревнуются в своем лидерстве за второе место. Ну, в любом случае, вот с гандболом мне примерно более или менее все понятно. С футболом тоже. А в хоккее, извините меня, вот не могу разобраться. Потому что очень много вот этих вот, есть любительская лига, есть ночная лига, есть профессиональная, да, и еще каких-то лиг. Расскажите, пожалуйста, а вот эти все лиги, ну, команды играют в разных лигах, они пересекаются? Может одна команда из любительской лиги попасть, например, в ночную или в профессиональную? Ну, в общем-то, у нас так и получается. На самом деле регламент ночной, ну, вернее, непрофессиональной хоккейной лиги, он не запрещает быть участником одной команды, той же команды, допустим, ночной хоккейной лиги. Но есть определенные условия, при которых ты имеешь право участвовать в ночной хоккейной лиге или не имеешь право участвовать в ночной хоккейной лиге. Поэтому на данном этапе у нас больше приоритета дается непрофессиональной хоккейной лиге. Хотя в этом году мы заявлялись в ночную хоккейную лигу, но так как туда можно было заявить только шесть команд, к сожалению, почему-то, но так получилось. И наша заявка была одной из последних, нас, к сожалению, туда не взяли. Вы были седьмыми. По-моему, да, мы были седьмыми. Вот так вот. Нам чуть-чуть не повезло, мы немножечко не успели, но на следующий год, я думаю, мы обязательно заявимся в ночную хоккейную лигу. И с той целью, чтобы занять первое место и уже поехать в Сочи, где у нас появится шанс сыграть за первый приз, который, если я не ошибаюсь, это финансовая поддержка для строительства хоккейной арены в том городе, откуда хоккейная команда выиграет. Да, да, да. И у нас есть шанс поиграть непосредственно с первым лицом нашего государства, Владимир Владимирович Путин. Ну, вы же понимаете, что кто выиграет в этой игре, это же заранее уже понятно. Такие... Конечно, Денис тут несправильно ответил, мы. Денис справильно ответил, конечно. Судя по тому, как у Дениса борода и как он молчит красноречиво, я приходю к выводу, что вот это ваш шлем, да? Да. Да, это шлем. Специально для бороды вот это вот. А вот это, да? А шлем до стоящего вратаря, да? Нет, да, судя по всему. Чтобы не повредить, так сказать, бородку. Это правильно, вы вратарь. Как давно играете? Это был перерыв большой. Вообще, с детства как-то с хокеем дружба была. Так как у меня... Ну, я вообще не... Детство закончилось, поэтому перерыв начался. Да, детство закончилось, родители переехали. И как-то, да и со спортом потом подзавязал. Потом выдалась возможность, знал, что есть любительские команды в Ростове. Стал заниматься, как бы вот так. Ну, в принципе, если взять именно тот период, с которого прервался мой перерыв, то это где-то два года, может, два с половиной. Вообще, вот хорошую тему сейчас затронули. Ведь если это любительская, да, хоккейная лига, вообще любительский спорт, то вы все в какой-то момент в него пришли. Да, вот мы сейчас узнали. Ну, Денис у нас играл с детства, потом прервался на некоторое время и вернул все-таки. А Сережа? А Сережа? У него детство еще не закончилось. Сережа у нас самый молодой, кстати, в команде. Один из самых молодых участников нашей команды. Он еще студент. Ну, я думаю, он за свою карьеру, так сказать, хоккейную расскажет сам. Потому что у него как раз таки тот случай, когда человек начал заниматься с детства. То есть там практически с 5-6 лет, я так понимаю. Сережа умеет разговаривать? Да, да, да. Просто он очень скромный парень. Сережа, рассказывайте. В хоккей я пришел в первый класс был. То есть с хоккеем я связан уже 13 лет. Вот уже на протяжении 13 лет я играю. Был момент, что профессионально. Ну, и этот момент как-то закончился. Сейчас также продолжаю по любительским лигам. Вот нашел отличную команду. Это правильно. Команда «Атаман» одна из самых лучших команд. Друзья, я не знаю, одевают ли шарф на хоккейную форму. Но думаю, когда форма не на этих замечательных мужчинах, тогда на них цивильная одежда. И вот так красиво завязать шарф мы научим их сейчас, чтобы они были не только в форме хороши, но и по гражданке. Первый способ. Если вы носите галстук, то завязать шарф таким способом не составит никакого труда. Оберните короткий конец шарфа длинным. Примерно вот так. И пропустите его в образовавшуюся петлю. Этот способ подходит, если вы носите галстук и хотите его продемонстрировать. Но также вы можете регулировать высоту узла. Второй способ. Этот способ хорош тем, что шарф можно как спрятать под куртку или пиджак, так и носить его на выпуск. Сегодня вечером в 21.45 на Айс-арене хоккейный клуб «Атаман» встретится с командой МЧС. Мы будем болеть. Кстати, приглашаем всех зрителей, любителей хоккея и тех, кто вообще не знает, что это такое, посмотреть эту игру, потому что вход на нее совершенно бесплатный. Новые трибуны и отличная команда игроков, которые сегодня мы встречаем. Или вы встречаете. В общем, утро проводим все вместе. И до этого мы говорили о том, кто как пришел в хоккей. И Артур у нас еще не отвечал. Да. Как ты в него не приходил, в нем был все с самого начала. Вот в том-то себе дело, что я им не занимался, но хоккеем, можно сказать, жил. И история большинства любителей хоккея в Ростовской области, она примерно похожа на мою. В чем она заключается? Что каждый из нас в детстве любил хоккей, потому что это советский вид спорта. Какой мальчишка не мечтал побегать с клюшкой шайбой. Мое поколение, это уже дети 80-х, 70-х. И все любители, они очень хотели играть в хоккей, но у них не было возможности, так как юг. Это не традиционный вид спорта для юга, для Ростова. Поэтому все хотели, но не было возможности. И поэтому кто-то, может быть, на открытых водоемах занимался зимой и так далее. В дедовских каких-нибудь коньках, с палкой, с какой-нибудь импровизированной шайбой. Играл в хоккей, всегда хотел это. Вот, к счастью, уже так популяризация хоккея дошла в итоге все-таки до юга нашей страны. У нас сейчас появилась возможность с тем, что у нас появились арены, начали строить, начали заниматься, начали увлекаться люди все больше хоккеем. У нас появилась возможность у моего поколения все-таки им заняться. И уже к 30-ти годам, я лично начал заниматься 30 лет хоккеем. Хотя у нас в команде от 18 и самой возрастной. Да, кстати, вот. В частности, наша команда, ему 57 лет, если не ошибаюсь. Ну как, то есть ограничений нет? Вообще никакие. Причем он начал заниматься в 50 лет. И реально, при том желании и упорстве, которое есть, он за 3-4 года... Останется только позавидовать и порадоваться. Конечно, конечно. Поэтому мы с удовольствием приглашаем в нашу команду всех игроков, желающих. Желающих. Осторожно, а то завтра очередь будет стоять. Вам придется конкурс устроить. Она у нас и так уже есть, эта очередь. Я, кстати, да, только хотела спросить. У нас строгий конкурс, аттестация, как в любой серьезной команде, там все очень серьезно. У нас есть тренер непосредственно. Вот сейчас вы меня удивили, что у вас есть тренер. Многие любительские команды тренируются так, там есть ведущий игрок, который показывает, рассказывает. У нас все серьезно. У нас есть тренер, который также является по совместительству еще тренером детско-юшнической школы, то есть Ростова, подрастающего поколения, которое будет дальше уже двигать хоккей в Ростове. Ну, очень серьезно все, да. Есть и сухие тренировки. Сейчас появилась школа сухих тренировок в Ростове-на-Дону, где можно позаниматься, привезти ребенка, уже без коньков отработать какую-то технику бросковую там или еще, или просто ОФП позаниматься. Поэтому все очень интересно, серьезно. Я всех приглашаю, даже призываю к тому, чтобы занимались хоккеем. Хоккей – это действительно настоящий мужской вид спорта. Хоккей играют настоящие мужчины. Да, да. Просто вот хотел бы еще немного добавить и внести некоторую ясность, что любительский, вот эта приставка «любительский хоккей» – это не значит, что… Он не настоящий. Да, он не настоящий, то есть нет никаких правил. Потому что собрались, просто люди решили поиграть в его. У нас есть судьи, то есть это главный судья, линейный судья, то есть все как в настоящем хоккее, то есть и вот эта приставка «любительский» – это… Это просто говорит о том, что люди… Кстати, разряды спортивные имеете? Есть. Есть, да? Вот у нас, допустим, с Денисом, не знаю, у Дениса у тебя есть разряд? У меня тоже нет, но вот у Сергея есть разрядка. Сережа, какой? Взрослый? Первый взрослый, он уже вырос, я же говорю, он в серьезной команде играет. Он, между прочим, это серьезный разум. Ну, он весьма так отличается, так сказать, от любителей даже на льду, это видно. Но при этом, при всем он понимает, что он играет с любителями и играет на любителей, поэтому получает удовольствие от этого. Так что не воспрещается приходить как профессионалам к нам в команду, так и любителям, которые от начинающего уровня и там, кто занимается 5-10 лет. То есть «любительский хоккей» – это хоккей, в него играют те люди, которые решили посвятить себе хоккею. Но у них параллельно есть еще другая работа. Ну, скорее, не просто хоккей, а спорту, потому что хоккей подразумевает не просто бегание с клюшкой и на коньках по льду. То есть это полная самоотдача, необходимо реально отдавать отчет тому, что это большие нагрузки на самом деле. Отличный способ для похудения, я бы сказал, любого мужчины, значит, женщины, тоже задумайтесь, если захотите своего мужа. Давайте вырулим к женскому хоккею. А если я захочу заниматься хоккеем? Тебе худеть куда? Нет, почему мне худеть? Мне наращивать массу. По поводу женского хоккея, хотел бы порадоваться за молодежную сборную женскую. У нас есть такая. Да, они выиграли, заняли первое место, взяли кубок. В клубике, по-моему? Не-не-не, в Америке, в общем. Не помню уже город, в котором... Ну, мы всех городов в Америке все равно не знаем, поэтому в Америке. Да-да-да, вот они заняли первое место. То есть это говорит о том, что даже на уровне вот именно женского хоккея сейчас развития, идет подъем, что не может не радовать. Я лично знаю, в Ростове две девушки играют в любительский хоккей. Я, кстати, услышала об одной пока. Вы мне сейчас уже говорите, что их уже две. Они размножаются. И как вы к ним относитесь, к женскому хоккейу? А с кем они, получается, тренируются? С мужчинами же? Потому что они же женские. Ну, может быть, к сожалению, может быть, и к счастью, они не в нашей команде. Потому что у нас раздевалка одна, и приедеваться неудобно. Может быть, для некоторых женщин это преимущество. Я не знаю, что это тренируется. А, вы тренируетесь же не на Айс-арене. Мы на Айс-арене тренируемся. Там есть раздевалки женские. Там есть, но, я не знаю, организация таким образом устроена, что они дают только одну. Может быть, я не знаю, если вы придете в нашу команду, вам отдельно раздевалку. Вы знаете, я готова стать первопроходцем. Я думаю, можно сделать прямо отдельную программу, посвященную вот именно... Нет, но я с вами привожу женскому хоккейу. Нет, моему приходу в вашу команду. Я за. В общем, сейчас появилось у нас огромное количество всяких вариантов, как перейти в женский хоккей или в мужской хоккей. Об этом и другом ровно через минуту оставайтесь с нами. Продолжаем наше спортивное утро. У нас игроки команды, хоккейной команды «Атаман» в гостях сегодня. У меня такой очень важный вопрос, наверное, о котором... Важный для кого? Важный для многих. Хорошо. Дело в том, что вот я, допустим, я помню вот те времена, о которых Артур говорил, у меня были коньки еще советские, знаете, такие белые или коричневые даже, с такими шнурками. Снегурочка, по-моему, Аня назвать. Или Снегурка. И я как раз, я каталась во дворце спорта. Мы ходили, там был такой маленький зал, то есть там все катались, детвора. И я помню прекрасно, что мы вокруг домов ездили, когда заледенел. Мы попала сфальт. Это предыстория для того, что ты хочешь ковару попросить. Нет, для того, что потом в нашей истории, ну, к сожалению, так сложилось с экономическим развитием нашей страны, был некий пробел. И вот, естественно, сейчас вопрос очень важный. Я знаю, что фигурное катание – это достаточно дорогой вид спорта. Мне рассказывали люди, которые им занимаются. У меня вопрос. Хоккей. Насколько дорогой вид спорта хоккей? Ну, потому что я, может быть, хочу заниматься, но мне нужно понимать, ага, сколько мне нужно от зарплаты отложить, чтобы у меня то-то-то-то-то, ну, на старте, да, себе приобрести. И возможно ли, придя к вам, допустим, что-то брать в аренду и, ну, для, там, какое-то время. Ну, тебе свои майки бесплатно будут. Ну, мне это понятно. Может быть, там еще мужчины некоторые решили заняться за экраном. Ну, да, к сожалению, ситуация так складывается, что хоккей – достаточно дорогой вид спорта. Особенно для детей, которые растут, как мы понимаем, не по дням, а по часам. И постоянно приходится им обновлять экипировку. И для родителей это реальная проблема. Почему, как мне кажется, это одна из причин, почему хоккей не такой популярный вид спорта, как, допустим, футбол, где нужно… Там немножко попроще. Один мячик и шорты, да. Трусы надел и побежал. Побежал по улице, да. С гоном торсом. Можно и так, да. Надо платить за лед. Это тоже недешево. Это тоже недешево. Поэтому я вам говорю, что уже, так как мы состоялись, как правило, уже все… Вот, кстати, клюшка. Любители. Очень недешевый девайс. Вот, кстати, клюшка, да. Вот что стоит клюшка так, ну, в среднем, назовите мне, какую цену. Ладно. Вот, ну, скажем так, чтобы игрок, который уже понимает, что такое загиб, что такое легкость, баланс клюшки. Если не дрова, так… Вот такая липкая она тоже. Ну, от семи – это, скажем так, начальный прайс, именно клюшки, которые… Кстати, вот у Сережи сейчас спрошу. Сереж, ну… И он даже ответил. У меня… Я просто… Как это ни странно. Я выросла практически в советское время, зацепила чуть-чуть. И у нас была преемственность, передача… Клюшек? Нет, передача вещей каких-то. В хоккее, вот вы не так давно, да, вы росли, скажем так. Было такое, что, ну, можно не брать, допустим, абсолютно новое с прилавка, а где-то у более старших по команде… Короче, в БУ. Да, приобрести и кататься. Удобно это или это не приветствуется? Вот, Сергей… Не приветствуется, просто, ну, я большую часть своего времени я играл профессионально, то есть, ну, школа, злюшор. А, и там уже все это дается. Ну, я как бы, ну, года, возраст, то есть, был, ну, один. То есть, ну, все были одинаковые. Там, в принципе, ни у кого не возьмешь что-то по наследству. Вот это защита, которая одевается под… как называется? Это футболка или что это? Это свитер. Джерси. Ну, по-русски свитер. О, как это красиво звучит, да. Вот это одевается под низ, да? Да. Это защита такая. Это вот, чтобы вот я, когда боюсь, когда шайба в тебя летит, а еще или часть клюшки в тебя летит. А мне больше всего нравится, что здесь есть вот бирочка, и на ней я прочитала. Все, что я могла прочитать, это сделано в Китае. На самом деле, подбор амуниции может показаться, что вот некоторые места не защищены, но подбор амуниции именно требует очень такого ответственного подхода, то есть, вот там, где заканчивается на плечне… Это рука? Это плечо. Это вот плечо, получается. Это защита плеча. Вот она. Это его сверху, да? Да, здесь уже начинается налокотник, и он должен практически быть в стык с вот, где заканчивается. То есть, должно быть вообще все очень защищено. Это не должно, как бы, сковывать движение, но в то же время должна быть защита, потому что даже вот в лиге, в которой мы играем, то есть, на уровне любительского хоккея, скорость шайбы порой, ну, достигает серьезно. То, о чем я говорю, то, чего я боюсь. Да, то, чего ты боишься. Почему я не буду вратарем? В такой защите вы будете сегодня играть вечером с командой МЧС. Давайте еще раз, где, что и когда. Айс-арена, 21.45, вход свободный. Пять баллов. Четко поставлена задача, четко сделаны ответы. Сегодня, да. Это сегодня, дорогие друзья. Друзья, уже сегодня вечером в 21.45 на Айс-арене, как это правильно сейчас сказать? На льду Айс-арены. На льду Айс-арены. Да, друзья, это западный микрорайон, парк Сказка. Непосредственно там можно приехать, пройти, если вы живете рядом и совершенно бесплатно насладиться прекраснейшей игрой, поболеть за нашу хоккейную команду «Атаман». Они сегодня играют с командой МЧС. Ну, я желаю вам победы. Спасибо. Желаю вам вообще победы везде, и только сегодня, и всегда, на всех уровнях, на всех аренах. И у меня к вам огромная просьба. Вы сейчас можете встать и повернуться так все спиной, чтобы мы почитали, что написано у вас. А я вместе с вами. А ну-ка. Так, в линейку, как сидели, так и повернулись. Так. Теперь раз, два, три, кругом. И хором. Доброе утро. Доброе утро. В делах некоторое у овнов – заторможенность. Но в то же время, построив стратегию, наметив четкие границы, вы добьетесь успеха. Только уединившись и погрузившись в себя, вы сможете найти ответы на все вопросы, которые вас волнуют. Близнецы. В этот день настроение будет неоднократно меняться. Вы сможете сделать то, что не успевали ранее. Вас ждет удачное стечение обстоятельств. Раки. Вам необходимо поверить в свою удачу и принять предложение накануне. Не бойтесь перемен. Львы. События этого дня могут носить судьбоносный характер. Ваше вдохновение даст веру в себя и возможность воплотить мечту в жизнь. Девы. Вернитесь к прежним проектам. Воспользуйтесь своим опытом. Вероятно, вы что-то пропустили. У вас появится шанс все исправить. Весы. Вам необходимо побыть в одиночестве. Не все желания смогут реализоваться. Но идея выполнить задуманное посетит вас сегодня. Скорпионы могут решать вопросы, связанные с правоохранительными органами. Стрельцы. У вас сильные позиции. Загадайте желания, но не рассказывайте об этом никому. Козероги. Обратите внимание на здоровье. Выполните профилактические процедуры, чтобы не заболеть. Водолеи будут в центре внимания. День хорош для общения с детьми и для любви. Рыбы. С легкостью завоюйте авторитет и внимание окружающих. Многие дела будут складываться успешно. Хороший день для поездок, перемещений и путешествий. Уры, будут складываться дела сегодня весьма успешно. Но я уверена, что и остальные знаки зодиака не останутся в стороне. По сложившейся традиции, после гороскопа о погоде. На сегодня 15 января 2018 года понедельник. Сегодня в Ростове и области. В Ростове сейчас ветер умеренный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха местами до минус 10. Днем ожидается небольшой снег и солнечно. И температура воздуха прогреется, если так можно сказать, до минус 6. В Чертково и Вешенской ситуация примерно такая же. Там воздух прогреется до минус 6. А там сейчас еще более прохладно. Прохладнее, а в Вешенской вообще сегодня было минус 14 ночью. Но, друзья, снега не ожидается в этот день. Так что просто одевайтесь потеплее и зонтики можете оставить пока дома. Те, кто живет в Таганроге, сегодня днем обязательно порадуются. А порадуются, потому что появился снег. И будет мороз и солнце. День чудесный. Минус 3 днем и солнышко вместе с красивыми снежинками. В Белой Калитве до минус 5 зима. Вовсю набирает обороты. В шахтах минус 4 тоже снежно. А вот в Обливской холоднее. До минус 6 днем обещают. Но там снега не предвидится пока. Как ни странно, в январе минусовая температура по всей области. Итак, Волгодонск. Днем максимально до минус 4. Солнечно и немножко снежно. В Сальске до минус 3. Снег тоже предполагается. Как, впрочем, и солнце. Вот такие синоптики прогнозы дают. Ты же знаешь, что синоптики ошибаются один раз, но каждый день. Ну, знаешь, главное, не какая погода, а какой на тебе костюмчик. Главное, чтобы он... Костюмчик сидел. Теплый, да. И главное, чтобы он сидел. Ну, а еще день предстоит прекрасный. Я уверена, что после прогноза погоды все оденутся потеплее. И отправиться на работу, тем более сегодня начало рабочей недели. Можно строить планы, и нужно это делать. И, естественно, в течение пяти дней реализовывать эти цели, добиваться своего. И обязательно делать это в отличном настроении. А чтобы оно такое было, всегда, каждое утро, пять дней в неделю, с понедельника по пятницу. Включайте телеканал Дон-24 с 6 до 9 утра. И не забудьте, что можно и нужно, что делать правильно, смотреть утренний телеканал Ростовской области. Но если вдруг почему-то вы отстали от жизни, отвлеклись на какую-то секундочку и чего-то не увидели, не прочитали или не узнали, то, опять же, интернет вам в помощь. И тогда вы можете зайти на сайт www.do24.ru. Я ничего не перепутала, Лина? Нет, все в бедном. Вы можете там почитать свежие новости. Вы можете поучаствовать в каких-нибудь конкурсах и голосованиях. Вы обязательно можете пересмотреть все программы «Утро». Ну, если у вас ностальгия, вы без нас соскучились в какой-то момент. Ну и, конечно же, можете прокомментировать некоторые события. Это тоже возможно. Делитесь своими новостями. Туда же можно и присылать фотографии. А можно еще и нам звонить и писать. И, между прочим, я даже знаю, куда. Сейчас я сосредоточусь и тоже вспомню адрес. Утро, собака, don.tv. Don24.tv. Я опять вижу. Спасибо, хорошо. А еще вы можете нам отправить свои звоночки или сообщения по телефону 928-164-24-24. Присылайте все, что считается нужным, интересным, необыкновенным. И, конечно же, это все будет иметь место в программе «Утро». Да, естественно. А еще мы поделимся этим обязательно с нашими корреспондентами, если информация будет особенно важна для жителей области. Ну и, естественно, не забывайте, что в тот момент, когда вы будете добираться на работу, либо будете находиться на рабочем месте, что тоже приветствуется, всегда можно включить радио и послушать прекрасную волну «ФМ на Дону». Да, друзья, там тоже много чего интересного, поэтому вот прям вот от нас, прям на «ФМ на Дону». А потом обратно. В общем, у вас есть шанс курсировать туда-сюда и в течение дня смотреть телеканал «Дон-24». Много интересного, познавательного и развлекательного. Как ты говорила, мы работаем 7, 24 на 7 или как-то? 24 на 7. 24 на 7 это звучит теперь. Так, друзья, хорошего вам дня и день пусть будет плодотворным. Доброе утро. Одежда ведущим предоставлена магазином дизайнерской одежды «Броско». Доброе утро.